Агитация Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Далее об этих и других новостях более подробно в студии новостей Джолдуш Исаков. Здравствуйте. Информация о нарушениях и конфликтах, связанных с выборами, поступает и из регионов. Так, в Джалалабадской области сторонники одной партии пожаловались на угрозы со стороны агитаторов другой. А в Ожской области некоторые партии заявили о порче неизвестными их агитационных баннеров. В селе Учкургон Аксийского района Джалалабадской области двое жителей, приверженцы одной политпартии, заставляли своего односельчанина изменить свои политические взгляды. Настаивали на том, чтобы мужчина поработал на одну из партий. В день голосования подвозил к участку определенных избирателей на своей машине. Угрожали, что засунут его в мешок и выбросят в реку, если тот откажется. Мужчина обратился в милицию. Под надзором начальника областного управления внутренних дел Джалалабадской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В результате установлены личности двух подозреваемых – жители Аксийского района 1980 и 1987 годов рождения. По решению районного суда они водворены под стражу на месяц. Начато досудебное производство. Пострадавшему была назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Один из подозреваемых по этому делу является сотрудником МЧС. Поэтому его дело было передано в военную прокуратуру. Отметим, правонарушения, связанные с предвыборной агитацией, были зафиксированы и в других регионах. В Оржской области сейчас разыскивают тех, кто повредил предвыборные плакаты одной из партий. По данным пресс-службы УВД Оржской области, так как порванные агитационные материалы стоили 6700 сомов, согласно кодексу о нарушениях на виновниках, если его найдут, наложат штраф. Умышленное уничтожение либо повреждение аудиовизуальных материалов, портрета кандидатов в депутаты или на иную выборную должность, плакаты с его биографией либо иных агитационных материалов, вывешенных на зданиях, сооружениях или иных объектах, влечет наложение штрафа четвертой категории. Для физических лиц 7500 сомов, для юридических 23000 сомов. Примечание. Освобождается от ответственности по настоящей статье собственник, владелец здания, сооружения или иного объекта, на котором были вывешены агитационные материалы без его согласия. К сожалению, в Оржской области встречаются факты, когда умышленно портят агитационные материалы. Чтобы не допустить подобные факты, правоохранительные органы ведут разъяснительную работу и днем, и ночью. Мы предупреждаем, что если такие факты будут выявлены, виновники будут привлечены к ответственности в рамках закона. По словам экспертов, выборы никогда не обходились без влияния криминалитетом. Некоторые кандидаты пользуются их услугами в личных целях. По словам бывшего главы ГКНВ Артура Медедбекова, представители преступного мира призваны надавить на избирателей, чтобы те проголосовали в пользу нужной партии. В связи с этим правоохранители заранее должны принимать соответствующие меры и пресекать действия криминалитета. Это может привести к печальным последствиям во время политических процессов, особенно предвыборной и выборной кампании 3, 4 или 2 октября, потому что это нескончаемое давление на электорат, особенно это просветает среди молодежи. Поэтому правоохранительные органы, соответствующие органы должны принимать упреждающие адекватные меры для того, чтобы не терроризовать, для того, чтобы выявлять и предотвращать подобные случаи. 4 сентября в Центрисбиркомии собрались представители всех политических партий, участвующих в выборах в парламент в этом году. Все подписали меморандум. Сделав это, подтвердили свою готовность вести предвыборную кампанию честно, не применять грязные технологии против друг друга, не говоря уже о силовых методах, соблюдать правила агитации, установленные законодательством о выборах. Анастасия Соболева, Рахат Джанабекова, Джанарбек Дукдурбекулу, НТС. Арестован сын еще одного чиновника. По данным МВД, в Москве задержан Азиз Сорузбаев, сын губернатора Баткенской области Алишер Абдрахманова. Его подозревают в мошенничестве в отношении предпринимателя. По данным милиции, еще в прошлом году он, вместе с другими подельниками, взял у бизнесмена два автомобиля. Toyota Avalon и Hyundai Elantra. Общей стоимостью 2 миллиона 165 тысяч сомов. Но деньги не выплатил и скрылся. На основании чего и был объявлен межгосударственный розыск. Между тем, сам полпред Абдрахманов подтвердил информацию об аресте и заявил прессе, что если подтвердится факт причастности его сына к указанным мошенническим действиям, то он вмешиваться в любые связанные с расследованием процессы не будет. Напомним, накануне в правоохранительных органах также сообщили о водворении ВВС Аброура Сабирова, сына Шухрата Сабирова, возглавляющего государственное антимонопольное агентство. Парню вменяют разбойное нападение за то, что он, связав охранника, угнал со штрафстоянки в Канте два автомобиля, которые ему же и принадлежат. Отец задержанного рассказал СМИ, что его сын действительно занимался завозом запчастей и автомобилей на запчасти из других стран. Две машины финансовая полиция забрала на штрафстоянку, так как заявила о некоторых нарушениях по таможенным платежам. Сын уверил его, что документы в порядке, но ГСБ продолжало проверку. Шухрат Сабиров отметил, что не знал о намерениях сына, иначе бы их пресек. И еще одного нашего гражданина, на сей раз сына депутата Самата Ибраева Данияра, в скором времени экстрадируют в Кыргызстан. Процедура как раз началась. Еще в феврале этого года его задержали в Болгарии по обвинению в мошенничестве. Суд ранее избрал ему меру притечения в виде ареста и объявил в розыск по линии Интерпола. Парня подозревают присвоение более полумиллиона, сумма в которой он взял у нескольких строительных компаний на поставку арматуры и исчез. Дело зарегистрировано в ЕРППП по семи эпизодам. Сам Данияр Ибраев на суде в Варне пытался выдать себя за беженца. Однако его действия квалифицируются в законодательстве Кыргызстана исключительно как мошенничество. За попытку вымогательства взятки уволен из рядов спецслужб. Пока только такое наказание применили в отношении сотрудника ГКНБ, которого задержали на прошлой неделе. Напомним, 4 сентября в госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями поступило обращение, что их сотрудник требует 1000 долларов от бизнесмена. Но когда на место прибыла спецгруппа финполиции, выяснилось, что мужчина – сотрудник органов нацбезопасности. Ведомстве сообщили, что провели внутреннее расследование, по итогам которого сделали вывод, что такими действиями задержанный дискредитировал органы национальной безопасности и уволили его со службы. Однако, как отмечает ГСБ, досудебное производство от этого не прекратится. Более того, под особый контроль его взяла Генеральная прокуратура. 77 новых заразившихся по стране на сегодня. У 29 из них коронавирус диагностирован лабораторным тестированием. У 48 диагноз поставлен на основании клиника эпидемиологических показателей. Таким образом, общее количество заражений COVID-19 по республике с начала пандемии достигло 44 761 случая. Сейчас в больничных условиях нуждающихся во врачебном уходе 514 человек на облаторном лечении, то есть на домашней изоляции, находится 2165 болеющих граждан. Тем временем, с выздоровлением по стране за сутки выписали 144 пациента. И что особенно важно, который день, к счастью, не регистрируется смерти, вызванные осложнениями на фоне коронавируса. На сегодня в республике всего из-за COVID-19 умерло 1063 человека, из которых только у 256 инфекции определилась путем лабораторных исследований. Как видно из оперативного анализа, в будние дни регистрация пациентов выше, чем выходные. И это связано с тем, что в выходные дни люди реже обращаются за медицинской помощью, чем в будние дни. В связи с этим, хотелось бы обратить внимание нашего населения на то, что все больницы, которые работают для лечения и приема больных с коронавирусной инфекцией, работают без выходных, в круглосуточном режиме, в формате 24-7. И поэтому убедительная просьба при появлении первых симптомов, не дожидаясь будних дней и выходных дни, просим вас обращаться в действующий круглосуточном режиме организации здравоохранения. Акматова еще раз подчеркнула, что, несмотря на очевидное сокращение случаев заражения, заболевшие все равно выявляются. И среди них в сегодняшней сводке трое врачей. Один заболевший медик в Баткенской области, еще один в Джалалабадской и третий в городе Ож. Общее количество зараженных работников организации здравоохранения достигло 3163. Большая часть из них уже переболела и вернулась к обычной жизни. Как рассказали в Минздраве, более 230 медработников отправились отдыхать на Иссыкуль. Это и врачи, и медсестры, и санитары, а также техперсонал из медучреждений Ожска, Чуйска и Джалалабадской областей и Бишкека. На сегодняшний день медицинским работникам, 144 сотрудникам организации здравоохранения выплачены единовременные денежные компенсации в сумме 200 тысяч сомов. И также 21 семье медицинских работников, погибших во время работы с COVID-19 выплачено по 1 миллиону сумму всем этим 21 семье. Обещали построить к 25 августа. Теперь, говорят, должны успеть к концу сентября. В Бишкеке в самом разгаре строительство нового корпуса Республиканской инфекционной больницы. 70% работ уже выполнено. Такие же корпуса возводят в Аше и на Рыне. Так правительство готовится к вероятной второй волне коронавируса, чтобы не повторилась июльская история с нехваткой коек. Медики и архитекторы говорят, что таких больниц в нашей стране еще не было. Основа объектов – быстро возводимые каркасно-панельные конструкции. Прослужат не менее 50 лет. За строительством экспериментального объекта в Бишкеке наблюдали наши корреспонденты. Новый корпус Республиканской больницы, который сейчас строится в Бишкеке, рассчитан на 100 пациентов. Всего 36 палат. Конечно, смотря на внешний вид конструкции, невозможно себе представить, что это здание будет настолько надежным, как говорят строители. Однако чиновники утверждают, что сооружение вполне себе не уступает громоздким зданиям из кирпича. Стены композитные, которые состоят из пяти слоев. Металлический каркас сделан из прочных видов металла. Прослужит 50 лет. Проектировщики даже просчитали, что такое строение выдержит землетрясение в 8 баллов. Те корпуса, что параллельно возводят в Нарыне и Аше, выстоят при подземных толчках в 9 баллов. Внутренний слой – это металлический несущий, и к нему крепится 15-сантиметровый слой теплозащиты. Это минеральная вата, она негорючая, у нее все экологические свойства есть. И 15 сантиметров минераловатной плиты равны метру 25 кирпичной стены. То есть это вот такая вот стена, из кирпича мы строили бы. По словам одного из авторов проекта, Бесена Кореева, отопление корпуса центральное. Тепло подается с ТЭЦ. Уже подведен водопровод, будет и горячая, и холодная вода подключат к центральной канализации. Будет и система кондиционирования. Архитекторы говорят, здесь создадут все удобства, как для пациентов, так и для врачей. Боксы, палаты интенсивной терапии, реанимационный блок. В каждую палату можно будет зайти не только с улицы, но и из коридора. Повсюду специальный антибактериальный линолеум и ультрафиолетовые лампы, задача которых – обеззараживать помещение. Так задумано, чтобы инфекция не просочилась наружу. В этом и заключаются самые важные тонкости строительства инфекционной больницы. В эту палату мы специально подаем воздух. У нас вот эти вот специальные вентиляционные установки есть. Воздух там очищается. Зимой мы его подогреваем, подогреты подаем. Летом он будет охлаждаться для того, чтобы создать наиболее комфортные условия. Для того, чтобы эти больные там других не заражали, из этих помещений воздух тоже просто в атмосферу не выбрасывается. Через специальные фильтры он там очищается, а без заражения только потом наружу выбрасывается. Новый корпус республиканской инфекционной больницы строители обещают возвести до конца этого месяца. Ранее сроки были другими. Сдать объект в эксплуатацию должны были край 25 августа. Не успели. Чиновники объясняют это бюрократическими проволочками. Несмотря на случившуюся пандемию, получение разрешений от всевозможных инстанций никто не отменял. Зато почему мы отстаем от графика сдачи объекта, потому что перед началом строительства объекта были трудности по получению архитектно-проволочных условий. Это мы должны получить разрешение со всех служб, чтобы построить эту больницу. Из-за этого у нас время задержки в начале строительства было, но сейчас мы думаем до конца этого месяца сдать объект. Сейчас подрядчик занимается отделкой палат. Чиновники, в свою очередь, обещают оснастить помещение всем необходимым оборудованием. Пока только на строительные работы Кабмин выделил 60 миллионов сомов. Напомним, что вместимость таких же корпусов, которые сейчас возводят в Аше и на Рыне, 100 из 70 коек. В правительстве надеются, что так им удастся снизить нехватку мест в больницах, если в стране вдруг случится вторая сильная волна и увеличится количество пациентов с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонии. Ранее, как отчитались в республиканском штабе по борьбе с COVID-19, по республике также провели капитальный ремонт в 30 медучреждениях. Вместо уроков работа или бродяжничество одни от безысходности, другие просто бездельничают. Милиция вместе с педагогами вот уже третий день выявляет школьников, которые не учатся. Для этого даже из школы избегать не обязательно занятия, ведь дистанционные. Если одни ученики задачам и упражнениям по ватсапу предпочитают игровые клубы, то другие подрабатывают. Семье помочь, да и телефона нет, чтобы учиться. Во время рейда под названием «Здравствуй, школа!» прежде всего проверяли автомойки, базары и свалки. Выявить удалось почти 50 подростков. Опекуны троих так и не объявились, так что детей пришлось отправить в приют. 41-летняя Гульнур Сагандыкова мать четырех детей, двое из которых еще школьники, учащиеся первого и пятого классов. Старший студент, младший еще дошкольник. Семья Сагандыковых живут в одном из жиломассивов города на съемной квартире с переходом на дистанционное обучение, по словам женщины, ее дети не учатся, а мучаются. Занятия для учеников школы и вузов проходят в одно и то же время, при том, что телевизор у семьи один. Один на всех у них и смартфон, который сейчас на пользование отдали дочери, ученице пятого класса. Ей сейчас он нужнее. Вот ушла без телефона. Теперь и проконтролировать не могу, что там дома. У дочери как раз сейчас идут занятия. Немного трудно с усвоением материала бывает. Иногда дочка не успевает все записать. Но очень старается, чтобы справиться с заданием. Пандемия же не только на образование отразилась. У нас дома работает только муж. Какое-то время был без работы, родственники помогали. Чтобы как-то прокормить нас, он устроился на стройку. Старший сын тоже с ним ходил, подрабатывал. Теперь учебный год начался. Пусть учатся. Стараемся ему не мешать. Но если у этой семьи есть хотя бы один аппарат на всю семью, по стране остаются тысячи детей, не имеющих доступа к образованию. Спустя неделю, со дня начала учебного года, в течение трех дней сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, социальных служб и Минобразования устраивали обходы рынков, дворов, игровых заведений и даже городской свалки. Рейд назывался «Здравствуй, школа». Только за эти три дня было выявлено около 50 детей. Троих даже пришлось передать в детский приют. Их родителей пока отыскать не удалось. Если одни подростки просто бродяжничали, другие полноценно работали. Если в течение трех часов после того, как установлены дети, невозможно будет устанавливать их родителей, то они будут оставляться в Центре профилактики правонарушения. И в течение суток, даже в течение определенного времени, будут приниматься меры по установлению их ближайших родственников. И все выявлены вот эти 46 детей, в свою очередь, до настоящего момента, уже переданы. И в последующем каждый государственный орган уже в свою очередь будет проводить работу. Вместо уроков эти дети из-за трудного материального положения их семей вынуждены искать способы зарабатывать. Это не только неблагополучные семьи. В их числе и вполне порядочные. Только их доход не позволяет приобрести ни телефоны, ни телевизоры. Правительство решило учить школьников вновь в дистанционном режиме. А вот проблему с доступом к нему не решили. К концу четвертой четверти прошлого учебного года Минобразование и науки обеспечило телевизорами около трех с половиной тысяч малообеспеченных семей. Чтобы дети могли смотреть хотя бы видеоуроки. Перед началом нового года ведомство при помощи органов местного самоуправления и спонсоров всеми учащихся передали еще около двух тысяч телевизоров и более 30 тысяч смартфонов. Но мониторинг ситуации показал, что еще как минимум столько же семей со школьниками телефонов не имеют. Активисты говорят, что на самом деле эти цифры в разы больше. Местные органы помогают, спонсоры помогают. И постоянно ведется мониторинг и по мере возможности оказывается помощь. Даже были случаи и есть сейчас, когда если у учителей есть дома свой личный телевизор, они дают на временное пользование. Те компьютеры, которые стояли в школе, они тоже давали на временное пользование. Под натиском критики в правительстве решили сделать послабление. Дети без доступа к онлайн-обучению смогут приходить в школу, а учителя будут проводить для них индивидуальные занятия. Но это в основном в селах, в труднодоступных районах страны. Сегодня в обычном формате, но с соблюдением санитарных норм, функционирует более 70 школ по республике, как раз на периферии. Во-первых, было признано, что эпид-ситуация там не представляет опасности. Во-вторых, там практически невозможно обучаться в деценционном формате. Интернет либо слишком слабый, либо его нет вовсе. Согласно опросам, проведенным среди самих учеников, из трех основных причин пропуска занятий, на первом месте стоит как раз отсутствие доступа к интернету. Вторая – занятость детей домашними делами. И третьей причиной называется непонимание детьми предмета урока, преподаваемого через сеть. Бот и Сайф Турган Язов, НТС. Попасть в Казахстан станет возможно уже через неделю. 17 сентября возобновляются рейсы в соседнюю республику. Как отметили в агентстве гражданской авиации, регулярное авиасообщение будет осуществляться по маршруту Астана-Алматы-Бишкек. Пока это будут два рейса в неделю. Тем временем улететь уже можно будет и в Узбекистан, даже раньше, чем в Казахстан. С 15 сентября. Между тем, регулярные авиаперелеты в Россию пока не открыты. Когда этот вопрос будет решен в агентстве, сказать не могли. Первыми еще в августе, напомним, после карантинного периода из-за пандемии COVID-19, возобновили регулярное авиасообщение с нашей республикой Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Это были все наиболее важные события уходящей недели. Спасибо, что были с нами. Приятных вам выходных. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...